Здесь должно рождаться счастье, но вместо этого стоит строительная техника. Третий год в Сочи не могут сделать новый перинатальный центр. Сдать его в эксплуатацию должны были в апреле прошлого года, но сроки опять перенесли. А губернатора Краснодарского края снова водят по пустым коридорам и показывают распечатанные на бумаге проекты. На первом этаже у нас располагается входная группа. Мы сейчас находимся здесь. Коллеги, вы знаете, так не пойдет дальше. Я даже смотреть не хочу вот это, потому что это должно уже быть отполировано и уже давно первые детишки должны были здесь родиться. А мы все подходим к потертым и уже, знаете, изношенным каких-то плакатикам. Не годится. Пошлите, смотрите, реально, почему до сих пор это все не реализовано. Стоимость объекта больше 3,5 миллиардов рублей. По масштабам Сочинский перинатальный центр должен стать вторым в крае после Краснодарского. Но из-за постоянных сложностей у подрядчика это до сих пор лишь планы. Терпеть такое отношение больше никто не будет, предупредил Вениамин Кондратьев. Ровно неделя на принятие решения. Или стройка продолжается, или меняете подрядчик. Деньги в прямом бюджете заложены. Освоить их не можем. Это абсурд сам по себе. И я еще скажу, освоение само по себе не самоцель, реальный результат строительства пентального центра, который будет введен в эксплуатацию. И все. И когда здесь появятся первые детки, считайте, задачу выполнили. Илья Николаевич, за вами решением. Чего недели. Услышали тоже подрядчик? Завершить строительство глава региона потребовал до конца года. Генподрядчик у нас не продолжает работать в связи с финансовым положением. Для меня неинтересно. Абсолютно неинтересно. И врачам неинтересно. А особенно жителям Сочи неинтересно, почему у них до сих пор нет пентального центра. Потому что между собой подрядчик и заказчик разобраться не может. Вот и все, что я сегодня вижу. Диагноз в целом всей медицине региона ставили уже на коллегии Минздрава. Основные симптомы недомогания – нехватка врачевских специальностей и частично старое оборудование в больницах и поликлиниках. По программе на модернизацию медицинской техники в следующем году губернатор принял решение дополнительно выделить из бюджета 1 миллиард рублей. Еще 146 миллионов запланировано на строительство офисов врачей общей практики в станицах и поселках. 4 миллиона живет сельской местности. Это наша с вами головная боль, как там оказать эту медицинскую помощь. Притом качественную. Мы рассказываем, вот войдите в наше положение. А в их положение кто войдет? Кто войдет в положение этих селян, которые, по большому счету, до последнего, да, они запускают болезни. Потому что, ну, это так устроено село. Потому что у них то посадка, то прополка, то сбор урожая. Мы должны максимально разворачиваться под их график, удобный для них. А не давать им талончик, удобный для нас. Но чтобы врачи поехали работать на село, там должны быть условия. В первую очередь – жилье. В Крае будет поддержка в части именно приобретения жилья для молодых врачей? Значит, Веним Иванович, программа «Земский доктор» – она на паритетных условиях Федерации Края. Она сохраняется и на этот год, и будет еще работать, я думаю, несколько лет. Благодаря вам мы в этом году планируем запустить программу уже региональную. Миллион рублей жилищный сертификат для 100 врачей в этом году. Таким образом, если... То есть в этом году мы только начинаем запускать эту программу? Свою региональную программу, но такого, Веним Иванович, нигде в других регионах нет. Только в прошлом году по программе «Земский доктор» штат сельских врачей увеличился на 525 человек. И едут не только из городов Краснодарского края, но и из других регионов России. В течение 8 лет я трудился участковым терапевтом в Алтайском крае. В 2014 году мы с супругой решили переехать на Кубань. На сайте Курганинской ЦРБ была открыта вакансия врача-терапевта. Я созвонился с главным врачом. Условия, которые она порекомендовала, нас устроили. Мы переехали в Курганинск. Деньги в современной системе здравоохранения решают многое, но не все. Не зря говорят, что слово «лечит». Вениамин Кондратьев затронул наболевшую тему врачебного хамства в больницах и поликлиниках. Люди, которые приходят лечиться, не должны слышать в ответ упреки. Отсутствие этики, профессиональной этики в общении с пациентами. Это уже, ну, мало того, что ничего помочь еще не можем, мы еще и по-хамски разговариваем, говоря по-русски. Каждый такой случай хамского отношения врача к пациенту должен рассматриваться на аттестонной комиссии. И это однозначно должно быть основанием для решения заниматься врачебной деятельностью. По-другому мы порядок не наведем с хамством с этим, с близливостью врачей, безразличием к тем толпам пациентов, которые сидят в поликлиниках. К этической стороне вопроса можно отнести и ситуации, когда врачи, работающие в государственных поликлиниках, предлагают пациентам услуги частных медицинских заведений. При этом иногда даже создают искусственный дефицит услуг, получить которые без очереди, например, можно в платной клинике. За такое отношение к пациенту врач должен быть жестко наказан, уверен губернатор. Врач сидит на определенных часах в поликлинике или в больнице, а потом бежит в эту частную клинику. И вы тоже хотите этот способ выжить. Но если это не только вы выживаете, вы вокруг себя жизнь создаваете, а не клиентов себе набираете, находясь в муниципальном лечебном учреждении, а потом его в частную, как бы, эту клиентскую базу туда себе переводите. И клиенты, и платные палаты, и в больницу со своими лекарствами целиком, я еще раз подчеркну, и полностью зависит от тех сидящих в этом зале. Или это будет, или этого не будет. Или когда больница, как своя частная лавочка, что хочу, то и врачу. Но вот тут, Евгений Федорович, то есть просто здесь надо жестко вот этих хризивов, в кавычках, этих частных лавочек, просто выгонять. Вот и все. Как бы банально ни звучало, но клятва Гиппократа – главный кодекс любого врача. И нельзя допустить, чтобы система здравоохранения на Кубани превратилась в сферу услуг.